с вашими девчонками, да? Ремезова Елена, наша новая подопечная, приемная мама, у нее, конечно, девочки уже выросли, ему уже 24-22, но все равно, на самом деле, это еще такой юный возраст, нужно быть рядом с мамочкой, спасибо, что помогли детишкам, а они не сестры между собой, разные девчонки, но вы взяли в один год, в один день, да, прям? Нет, нас все мы взяли в январе, а так как мы взяли уже в возрасте, ей очень не хотелось бы быть одной, и она просилась... Ну, какая прекрасная девочка, и мы взяли... Казалось бы, да, бывает, у детского дома люди хотят таким быть единственными детьми, она... Нет, она хотела, ну, потому что, понимаете, у нас уже возраст был, у нее было с нами, мы пытались о этом, но городок у нас очень маленький, сильно развлекательных таких, знаете, у нас нет. А такой личный вопрос, а как так получилось, что вы именно вот этого ребенка взяли? Вы прям приехали, познакомились? Понимаете, в Украине есть такая, как бы сказать, оговорка, в приемную семью вы можете взять детей, которые территориально могут получить или жилье, или у них осталось наследство от их родителей, поэтому то, что нам предложили, вот территориально, была Настя. А, то есть вот, слава богу, это даже вот, ну, не было вот этой вот процедуры, которые, да, я очень не люблю эту процедуру выбора, да, это... Нет, нет, слава богу, я так... Чтобы не как с собаками-кошками, да? Я очень переживала, я так боялась, я говорю, Олег, как это будет? Не переживайте. Это я считаю, что боже промысел, это ваш ребенок, значит, да. И Настя, вы знаете, она очень трудно к нам привыкала, прям очень... Даша, это вообще не так. Мы приехали, вот представляете, вот, ну, мы пишите, или может, не надо этого рассказать, мы приехали, представляете, вот, вы тоже вот так вот выходите, в детский дом тоже так вот стоит вот стол, здесь сидит заведующая, а здесь стоит стол. Ну, и Олег, он такой, он любит поболтать, он селся, он любит, он говорит, сейчас Даша спустится, а Даша бы очень хотела, типа, с семьей. Настя не очень хотела, Даша очень. И она спускается, и там же ж подсела ко мне, и это ж, говорит, женщина, у меня, у нас с детского дома, я говорю, Даша, это родители у них есть девочка, они приехали, хотят с тобой познакомиться. Как ты хочешь, она так селся у меня, раз, 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 так, вы меня возьмете, посрать, мы были знакомы, пять минут, и она меня назвала мамой, и мы, конечно, я расплакала, конечно, я... Я тоже сейчас расплачусь, честно, конечно, такие истории, это прям большой пример всем, когда после потери можно и нужно продолжать жить, и кого-то любить, кому-то свою любовь дарить, вообще спасибо вам за эту историю.